Валерий Курас Снегири Здравствуйте, дорогие мальчики и девочки! Сегодня второй день Успенского поста. В его дни, как и во время любого другого поста, церковь призывает нас с особым вниманием и усердием обращаться к Богу. В этом нам примером святые подвижники, про одного из которых я и хочу вам сегодня рассказать. Звали его Антоний. Родился он в середине 11 века в Риме. Этот древний город во многом благодаря проповеди в нем святых апостолов Петра и Павла стал одним из главных центров христианства. Вы, наверное, знаете, что имя Петра, по-гречески это значит камень, бывший рыбак Симон получил от самого Христа за твердость своей веры. Такой же крепкой была и вера Антония, воспитанного в благочестивой христианской семье. Благодаря ей Антоний смог преодолеть испытания, которые выпали в те годы на долю христиан всей Римской Церкви. Дело в том, что за несколько лет до рождения святого Антония произошло печальнейшее в жизни Вселенской Церкви событие. Она перестала быть единой. Западная Церковь отказалась от союза с Восточной. И теперь римские папы всячески старались обратить православных в латинство. Стремясь сохранить в чистоте свою веру, 17-летний Антоний после смерти родителей решил удалиться в пустыню. С наследством, которое ему оставили, он поступил следующим образом. Одну часть денег раздал нищим, а другую поместил в бочку и пустил ее в море. Он верил, что Господь сам подаст эту милостыню кому нужную. И, как мы увидим дальше, он не ошибся. В течение 20 лет Антоний, приняв монашество, подвязался в одном пустынном скиту. Гонение на православных со стороны латинин вынудило братью покинуть скит. Антоний долго переходил с места на место, пока не вышел на берег моря, где нашел большой камень. На нем он прожил в посте и молитве целый год. Но в один из дней страшная буря отторгла камень от берега, однако чудесным образом он не потонул, а был подхвачен волной. Помолившись, Антоний полностью предал себя воле Божией. Камень быстро мчался по волнам Средиземного моря, затем взял курс на север. Все это время святой Антоний стоял на нем и не переставал молиться. Прошла ночь. И вот ранним утром он услышал колокольный звон. Перед его глазами возник большой город. Звонили к заутренней. Святой Антоний вошел в храм и узнал, что камень чудесно принес его на православную Русь, в Новгород. Побыв в храме, преподобный Антоний вернулся на свой камень. Вскоре к нему за благословением стали приходить жители окрестных деревень, от которых святой и научился русскому языку. Спустя некоторое время святой епископ Никита по просьбе преподобного благословил его жить монахом на месте его чудесного прибытия и построить там монастык в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Вскоре произошло еще одно чудо. Как-то раз вышел святой Антоний на берег реки. И что же он увидел? Плывет бочка. Та самая, которую отправил в море много лет тому назад Антоний у себя на родину. А в бочке золотые монеты. На эти средства и строился монастырь, первый храм которого каменный собор Рождества Пресвятой Богородицы был заложен в 1117 году. По просьбе братьев святой Антоний был поставлен игуменом этой обители. Своих иноков он учил правой вере и, конечно же, рассказывал, как помогли ему пост и молитва. Сорок лет прожил преподобный на Святой Руси и тихо скончался в 1147 году. Видите, друзья, как крепка была вера святого Антония Римлянина. Перед такой верой не устоял и камень. Через 450 лет после его кончины были открыты его святые мощи. От них совершилось очень много чудес. Тогда и был установлен завтрашний праздник. А камень, на котором святой приплыл в Новгород, сейчас находится в Рождественском соборе Антониева монастыря. Я всей душой желаю вам, чтобы и вы были твердыми в православной вере, мои дорогие друзья. Да хранит вас Господь! Субтитры подогнал «Симон»!